ЗВОНОК В ДВЕРЬ У всех начинающих специалистов есть свои трудности. Это при поступлении, не знаешь, коллектив, например, стесняешься, как я. Ну, и еще плохо знаю, где что находится. Вот такие в основном трудности. А так все быстро вливаешься. Программа стажировки выпускников действует в Иркутской области 5 лет и рассчитана до 2018 года. Ежегодно в центры занятости обращаются около 4 тысяч вчерашних студентов. Обязательное условие претендовать на включение в программу могут те, у кого в трудовой книжке нет ни одной записи. Если кандидат подходит, с ним заключается договор и начисляется зарплата. Работодатели также получают бонусы. Программа очень интересная. Работодатели с удовольствием в ней участвуют. И почему? Потому что за счет областного бюджета мы компенсируем затраты на заработную плату, плюс компенсируем затраты за так называемое наставничество. Зарплата составляет для молодого человека сумму, равную минимальному размеру оплаты труда и с учетом наших коэффициентов. Это получается в размере где-то 18 тысяч рублей совокупно. Сегодня стажировку в компаниях и на предприятиях Иркутской области проходят 310 человек. Из них 140 – выпускники в высших учебных заведениях. Наталья Скуратова окончила университет в Новосибирске. Работу по специальности менеджер по рекламе смогла найти только здесь, в Иркутске. Вшла в центр занятости, так как были сложности. Там меня отправили к человеку, который занимается молодыми специалистами. Она меня уже сюда направила. Прошла собеседование несколько и меня взяли. Очень важная программа, потому что не везде берут без опыта. Я когда искала работу, везде опыт минимум от года, а у меня его не было вообще. Поэтому самой мне было очень сложно найти работу. Каждому, кто проходит стажировку по программе Министерства труда, представлен куратор. У наставников своя задача – помочь новичку освоиться на новом месте. Неважно, есть опыт или нет, человек должен понимать, про что компания живет, какие люди работают, какой продукт он будет продвигать. То есть, в любом случае, на это тратится время. Наверное, у каждого будет свой опыт работы, наставничества. Мне повезло, и это прошло очень быстро, удачно. В компанию, где проходила стажировку, Наталью теперь берут на работу, как хорошо себя показавшую. В 60% случаев с участниками программы именно так и бывает. Татьяна Веретина, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.